Тверской колледж сервиса и туризма ждет расширения. Речь идет не только о реконструкции здания, но и о наборе студентов. Это позволит успешнее решать проблему кадрового голода в данной отрасли. Об этом в эфире программа «Тема дня» рассказала начальник управления развития туризма регионального Минтуризма Виктория Исаева. Тверской колледж сервиса и туризма является крупным учреждением среднего профессионального образования. Сейчас здесь обучаются около 600 студентов, плюс 178 тех, которые получают знания на платной основе. Преподавание ведется по четырем направлениям. Администрирование отеля, гостиничное дело, поварское и кондитерское мастерство, а также реклама. Благодаря тому, что с 2018 года колледж стал подведомственным Министерством туризма, качество подготовки заметно выросло. Это произошло и благодаря практической составляющей, которая у нас равняется теоретической. Это и благодаря проведению семинаров и практикумов от бизнеса. Но есть еще и отдельные семинары. То есть это такие мероприятия, которые ведут другие люди, для того, чтобы у студентов менялась картинка, менялась персоналия, которая ведет то или иное мероприятие. И, соответственно, они будут получать больший опыт. Уровень подготовки студентов отмечают и руководители многих отелей. По данным Министерства, до 70% выпускников работают по профессии в родном регионе. Растет популярность колледжа и среди абитуриентов. Прошлым летом конкурс засек 3,5 человек на место. Поэтому в планах областного правительства расширение образовательного учреждения. Правда, для этого надо войти в национальный проект индустрии туризма и гостеприимства, который сейчас разрабатывается на федеральном уровне. Там будет реконструкция этажности и достройка нового здания. То есть такое полное обновление материально-технической базы. Ну и плюс это позволит увеличить количество студентов до 900. Это по бесплатным местам. Ну и плюс еще и, как обычно, количество платных студентов тоже будет определенную пропорцию иметь. Что касается количества направлений, по которым будет идти обучение, то оно останется прежним. Однако в Министерстве туризма отмечают, в случае необходимости, при возникновении новых трендов на рынке, они оперативно ведут соответствующие специальности. Продолжение следует...